И с потенциальными лидерами решила поехать в ближайший старый Оскол. И совершенно не подозревала о том, что там уже есть наши лидеры, потому что они были у нас не в первом уровне тогда еще, а были во втором уровне. И я не знала. И когда мы приехали с потенциальными лидерами из Воронежа, начали там строить группы, возить активно людей автобусами в Воронеж для регистрации, размещать заказы, обучать. Мы с ними конкурировали. Елена и Юрий Мандрощенки. Елена и Юрий закрыли звание дважды бриллиантового по итогам третьего каталога этого года. Можно сказать, самые свежие дважды бриллиантовые директора. Нам Света уже рассказала немножко вашу историю. Но очень многие люди в Арифлейм или вне Арифлейма говорят, что я бы с удовольствием занялся этим бизнесом, но у меня нет времени, ребенок, там что-то еще. Вот я знаю, Лена, что вам есть что сказать по поводу времени. Можете ответить на вопрос, где вы берете время на работу в Арифлейме? Ну, на стрелках часов, там уже идеи все. Почему так Сергей Борисович сказал? Ну, потому что у нас трое детей, двое из которых родились во время работы в Арифлейм 6 и 2 годика. Есть одна вещь, которую я когда узнал Ленину наработку, она мне очень понравилась. На ком-то из семинаров Лена сказала, что она очень просто знакомится с людьми. Она говорит одну очень гениальную фразу. Лена, расскажи поподробнее про это. Ну, так как у меня маленькие дети, далеко ходить я не могу, ездить тем более, я далеко и не хожу. Тем более, что на улице бывает минус 30, дождь и слякоть. Я люблю своих соседей, стучусь к ним периодически в дверь и говорю, здравствуйте, я Лена Мандрощенко, я участковый консультант Арифлейм. И возьмите, пожалуйста, у меня каталог, я завтра приду, заберу. Все. И когда мы своих консультантов посвящаем вот в эту работу по соседям, мы говорим, что всех знакомых вы зовите на встречи, а всех незнакомых соседей, мало знакомых людей, мы давайте будем сделать с вами консультантами. То есть проводить их через мастер-классы. Такой методикой работают у нас многие директора и находят своих лидеров уже в глубине своих директоров точно так же. Эта методика по соседям работает не только в нашем городе, не только у меня лично, но и в других городах и областях тоже. Участковый консультант легко и просто. Если я продолжу эту тему, мы только что слушали выступление Сергея и Света, и у них очень много лидеров, которые в других регионах. У вас пример прямо противоположный. Если мне память не изменяет, то все ваши группы, они где-то рядом. Да, Лен? Юра. Да, я отвечу на этот вопрос. Да, конечно, все наши группы находятся в Белгородской области. И я добавлю, что вот этот семинар для нас очень символический. Потому что 6 лет назад в Санкт-Петербурге был в 2000 году семинар, на котором я привез своего первого дистрибьютора. То есть я приехал не один. Тогда я был на 15%, а он, она вернее, на 3%. И сейчас к этому семинару мы вместе закрылись. Мы дважды бриллиантного Оксана Андрея Полешко, Сапфирова директора с 5 группами первого уровня. То есть я вас всех поздравляю, вы в ближайшие 5 лет, ну, наверняка, будете с первыми бриллиантными исполнителями тоже. А вот что у вас внутри случилось и в какой момент, что вы решили все-таки, что, вау, это то, что вам надо? И решили поддержать Лену? Ну, когда я пришел вот на встречу, все уже, в общем-то, расходились, и это мне сказало, ну, работаешь и работаем. Я так посмотрел молча, ничего не сказал. А вечером ко мне Лена, Юр, ну, когда ты мне станешь помогать? Мне же так тяжело, и заказы, и встречи, и все-все. Ну, я так посмотрел на него, вздохнул. Ну, Лена, ну, выйдем хотя бы на 15%. Так вот, знаете, что она сделала? Она в этом же месяце вышла на 15%. Мне пришлось в улицу с работы и начали активно помогать. Вот результат нашей деятельности, нашей единства. И поэтому я бы хотел попросить вот эту всю замечательную команду одновременно вместе со мной дать сигнал к отправлению в следующий город. Спасибо большое.